вопрос давай что говорит библия о шутках и юморе о чем о шутках и юморе что говорит библия она не говорит таких слов нету а вот есть такое что самый строгий пророк считалось суровый такой который однажды 800 голов отрубил даже сказать страшно пророк или я и однако он когда валовы жрецы не могли дозвать до своего он может дороге уснул а может спит он то есть это же шутка была то есть запускается но смотря когда и где вот у старообрядцев нету за 300 лет ни одной шутки нигде нигде и это очень отрицательно на них сказывается вот и дали мне ребятишек в лагере хорошие ребятишки двое и с ними сидит наша сестра которая работает на телевидении что-то разговаривает на крыльце старобрядцы увидели ну как можно сказать они видят первый раз человека а ребята то старобрядческой семьи о наших детей как не любят даже в храм не пускают а в то же время в храм и заходить они не хотят сами-то одеть это заходят родители согласны они по-другому никак не могут вот когда посмотришь но бывает иногда так юмор такой он просто необходим чтобы разладить обстановку библия об этом нам определенно не говорит мы должны быть очень серьезные на все никогда даже слов нету но вот я сказал она как бы второстепенное но она показывает что он насмехался над ними а это и есть шутка пожалуйста понял спаси христос аллилуйя игнат тихоныч можно вопрос да можно дорогая надежда уткина давай вот книги числа 30 глава там говорится о клятвах зароках как это понятие сейчас и действует а что именно я повторение попрошу сделать в числах нам в 30 главе говорится о клятвах но заруба да но тогда было теперь нету с ними как с малыми детьми разговаривал господь говорит иоанн златоуст клятва абсолютно запрещена а как да да нет нет а если что от того сверху от лука а то есть дьявол подсунул за то зверто клянется в храм порог не переступит если надо нужно вам возьмите наша тема есть такое я говорю любите врагов ваших я там привожу немного и златоусты уже пол страницы место страница том странице клятва абсолютно недопустимая почему если человек говорит неправду то и клятва не поможет так говорит господь да и аминь все клятва запрещена категорически никакой присяги давать не может даже клятву вот клятва гиппократа у медиков не разрешается для христианина нужно как-то переговорить договориться и чтобы ну можно было и сказать я обещаюсь вот я староста а там написано клянусь я сразу от и из нью-йорка мы же от зарубежной церкви были формально остались но я и тогда и говорю я обещаюсь обещать все можно это слово заменили и все я обещаю заботиться и нужных всех людей потому что у меня еще должность есть попечитель а попечитель это особая должность забота о каждом о студентах роженицах и кроме того имею право заступать за тех которые во время пыток не выдержали потому что я исповедник со мной что было но не убили а дальше только мученик то есть они превышаются и полномочия но все время заботиться о людях кто они такие почему нет ничего у них а квартире найти или где-то вот такое дело аминь славу христу аллилуйя я может лишнее пространно говорю но я делаю чтобы понятно было так никого больше нет отхожу с богом корректуры занимаюсь готовим к изданию но не знаю удастся или нет но потому что говорили шесть томов будет проповеди во свете святой библии а вчера поговорили тут главную верстку уже будет делать вячеслав то мы не вмещаемся он говорит нужно наверное седьмой том сделать я говорю нет мы говорили 6 мы можем увеличить как он сказал высоту ширину книги большой размер и кроме того не 1100 страниц будет а 1400 страниц в каждом томе материал громаднейший просто намного больше тысячи проповедей вот я сейчас сижу как раз и корректуры занимаюсь глаза уж не видеть ничего так что помолитесь чтобы до конца выдержать все которые помогают после них я должен промолотить еще раз потому что кое-что пропущенное они не знают машины это наворочила а я-то знаю и говорил я поэтому бывает что-то вырежу что-то вставлю все отошел